Школа в поселке Октябрьский некогда самостоятельное учреждение образования. В декабре прошлого года стала филиалом зональной школы. Именно с этой оптимизацией педагоги учебного заведения связывают возникшие финансовые трудности. Первые полгода заработную плату они получали исправно в полном объеме. Однако октябрьские расчетные листы вызвали недоумение абсолютно у всех. Педагогам на 50% урезали стимулирующие выплаты и вычли надбавку, которую выдали в сентябре. В итоге за октябрь учителя получили только базовую часть. Урезание довольствия объяснили дефицитом бюджета. Об этом руководство школы и представители комитета по образованию рассказали на общем собрании. Нам объясняли причины. Начали, как говорится, по телефону запугывание, что мы такие рассеки. Потом, в конце концов, они согласились о том, что нерационально был использован бюджет. На этом они сказали, да, где-то что-то просчитались. На этом и все. Заработная оплата педагогов состоит из нескольких частей. Базовой, куда в том числе входит количество отведенных часов и проверка тетрадей, немалую часть довольствия составляют стимулирующие выплаты. Это стаж работы, проведение открытых уроков, участие в различных семинарах и конкурсах. Также учитываются успехи учеников. На протяжении всего года учителя копят баллы, которые с нового года переводятся в рубли. И в зависимости от активности педагога, надбавка к зарплате может составлять в одном случае 5, в другом – 10 тысяч рублей. Для работников образования суммы вполне ощутимые. Я вот год работала на нее, я получаю хорошую стимулирующую. У меня вот ее 5200 она. Вот теперь, получается, больше всех работала, а теперь вот больше всех сняли. Но у нас никогда не было такого, чтобы у нас ее забирали. Вообще никогда. Пока мы были отдельно, пока не были мы объединенные. Наша школа у нас никогда в жизни не была такого, чтобы у нас что-то снимали. Фавел Сычанов – специалист молодой. В Октябрьской школе Зонального района он преподает информатику. Его супруга работает здесь же. Она – учитель иностранных языков. В зарплате за октябрь семейная пара потеряла треть общего дохода. Содержать семью. У нас маленький ребенок, 3 года. Содержать семью на такие деньги очень сложно. А мы работаем здесь вместе. И, естественно, вот это вот понижение зарплаты, которое было, ударило сразу по двоим. Если бы хотя бы мне уйти, а жену оставить здесь, даже если будет понижение, то это будет хотя бы не так чувствительно. А здесь мы потеряли сразу, сразу очень много потеряли. В невыгодном для себя финансовом положении оказались и работники школы села Зональное. Получается, что стимулирующих доплат лишились все филиалы Зональной школы. По поводу вот этих стимулирующих. Ну, это не ко мне. У меня тоже их убрали. Что из того? В комитете по образованию Зонального района никаких проблем не видят. Да, образовалась дыра в бюджете. Да, не хватает денег. Но ведь обязательную часть выплатили. Никаких нарушений законодательства в данном случае нет. То есть заработная плата работника выплачена. Стимулирующая часть – это премиальная часть, которая выплачивается только в случае, если есть экономия фонда. В данной ситуации экономии фонда не было. Вот это минус. Минус 4. За что он? Я что? Так кто же виноват в том, что в бюджете школы не хватает денег? Если директор ошибся в расчетах, как же комитет образования принимал документы? Кто оставил педагогов Зонального района почти на полгода без стимулирующих надбавок? В декабре прошлого года произошла оптимизация. В Зональной школе были присоединены три образовательных учреждения. То есть они стали филиалами. В соответствии с января месяца, с нового финансового года, был произведен перерасчет заработной платы учителей, увеличена оплата за классное руководство, за проверку тетрадей и приоритетность предметов. И что послужило тому, что месячный фонд заработной платы, мы вошли с дефицитом. Получается, что стимулирующая выплата зависит не столько от качества работы педагога, сколько от наличия средств в бюджете. Ведь учителя работать хуже не стали. Как нам стало известно, стимулирующие выплаты, которые педагоги зарабатывали на протяжении всего года, урезали в 15 районах Алтайского края. Для того, чтобы разобраться в ситуации, наша редакция направила запрос в Министерство образования и прокуратуру Алтайского края. Через 7 дней мы получим официальные ответы на наши вопросы. Евгений Плохотин, Андрей Сегаев. БИСК специально для наших новостей.